Всем привет, это подкаст UwebDesign, сегодня 16 марта 2015 года, выпуск номер 29. Всем привет. У нас есть несколько для вас громких тем, и да, первое это то, что Apple представила первую публичную бету iOS 8.3. Даже так? Тогда у нас еще будет про WordPress плагины. Да, и расскажем о том, почему для веб-разработчиков очень важно учить английский язык. Погнали! Про WordPress плагины ты как-то слабо сказал, надо было сказать лучшие, популярные, там, топ-100, 50. Представляешь, из-за этого не дослушали именно до этого. Сказали, да все, что там обычный. Это все, да, говно, как обычно. Ну, давай, не будем забывать про нашу первую тему постоянную. Она у нас уже стала прям вот именно темой, прям первой. И я вам смею напомнить, что если вы закажете безлимитный хостинг у таких ребят, как SmartApe, которые находятся на smartape.ru. Да, спасибо большое нашим партнерам за то, что они такую акцию вместе с нами проводят. То вы сможете получить 50% скидку, это половина, половина на первые полгода скидку. Если зарегистрируетесь по ссылке, которую оставим в описании, и там, как обычно, в личном кабинете в разделе товары, услуги, в подразделе безлимитный хостинг, нажмете кнопочку заказать, как обычно вы это делаете. Там введете промо-код, который мы опять же оставим. YouWebDesign 50% 6 месяцев Unlim. Укажете, укажете на сколько, да, и все, и все хорошо будет, 50%. Да, если у вас что-то не получается, пишите в комментариях на YouTube, пишите нам в личку на ВКонтакте, Александр Гончаров, Никита Тарасов у нас в паблике найдете. Пишите в support smartape, то есть прям по всем, трубите везде, что у вас не получается ввести код, вам обязательно все помогут, и да. Да, у вас все получится, я думаю. И будете, наконец-то, получать отличный экспириенс пользования хостингом, это, в принципе, все, на кого уже подействовала наша ненавязчивая реклама, все остались настолько довольны, что и описать сложно, поэтому, да. Ну, давай тогда про Apple. Да, но мне кажется, нам стоит сделать этот постоянный рубрикой у нас в подкасте, хотя я так понимаю, что она так плавно уже, знаешь, когда к тебе девушка плавно переезжает, ты смотришь, а уже ее щетка у тебя в стакане стоит. А тут смотришь, у тебя iPad лежит. Да, смотришь, у тебя уже iPad, и на нем публичная бета первая 8.3. На самом деле это уже бета 3, но публичная это бета первая, поэтому это паблик бета 1 или вот iOS 8.3 бета 3. Подожди, а ее же так просто сейчас не установить простому сельскому парню? Ну, сельскому нет, но простому сельскому парню с интернетом уже можно, потому что уже на всех сайтах была инструкция о том, как это сделать. То есть там кто-то слил свой бета-профиль в инет, и все по этому бета-профилю могут поставить себе прошивочку. Кто слил? Тим Кук сам и слил, чтобы... Скорее всего, да, чтобы побольше потестировали, внимание, внимание, русскую Siri. Так, мы потестировали с тобой же, да? Мы с тобой потестировали, да, я поставил прям в ночь, когда только вышло это паблик бета, я уже все поставил себе на ночь, попробовал что-то там, ты вот так и не поставил. Я еще не обновился до 8.3 беты, потому что, понимаешь, если бы мне просто это прилетело, сказали, вот чувак, да-да, нет-нет, а тут надо заходить. Ну, ты же понимаешь, что это, да, тут... Ну, я понимаю, что это бета все-таки, вдруг сломается что-то. Нет, это просто еще и публичная бета, то есть там ты должен сто раз подтвердить, что ты понимаешь, что у тебя может в случае чего там какая-нибудь информация полететь, сгореть, там, и так далее. Какая-нибудь программа может с этой беты быть не оттестирована, важная, которой ты каждый день пользуешься, поэтому... Может быть много последствий, поэтому публичные беты, там надо 100 соглашений принять и вообще. Ну, подожди, давай перед тем, как перейдем к Siri и вообще ко всему этому, насколько сейчас люди... Вот мы с тобой сегодня ехали вот в маршрутке, реально, вот в общественном транспорте, насколько сейчас вот это просто обычные люди? Я не сказал, что мы в общественном транспорте, просто автомобиль с цеплением не работают. Ну, нет, хорошо, но автомобиль, ты там находишься один, там, или с друзьями, или с... Ну, просто даже... Да даже если ты таксист, ты можешь себе позволить, возможно. Но если ты просто едешь с незнакомыми людьми... Так. ...и должен пользоваться голосовым помощником, мне кажется, это аутентично очень. Ну, это пока. Все же изначально бывает аутентично. Когда-то солнцезащитные очки-то были аутентично. А давай, хорошо, в каком сюжете сейчас очень быстро все смогут раскованно пользоваться голосовым помощником? В том сюжете, что будут как, окей, Google по телевизору сильно рекламировать, какие-нибудь шутки в КВН пойдут про это делать. То есть, когда людей раскрепостят по этому поводу. А знаешь, мне кажется, если девочки начнут... Вот девочки, которые селфи делали, они сейчас начнут в Сирии писать запросы, то все поймут, что это можно делать. Все же селфи делают. Они и начнут, я думаю. То есть, когда... Ну, не когда это в публичной бете. В публичной бете девочки точно ничего тестировать не будут. Но я думаю, что когда выйдет... А я просто... Как до девочек это донести? Они же не смотрят презентацию Apple, они не читают ресурсы. Ну, я понимаю, что это по всем ньюслендам проходит такая тема. Уже это, собственно, прошло. Что уже появилась русская Сирия. Там как бы сказано, сколько-то там бета, не бета. Но просто новостной повод-то на самом деле большой. То есть, да, девочки узнают. Если с помощью Сирии можно будет пасти в Инстаграм, все. Ну, можно открывать Инстаграм, это точно. Сирии, please selfie. Ну, да, только теперь по-русски повторюсь. Ага, точно. Сирии, сделаем селфи. Да, да. Ну, она, конечно, еще не такая здоровская. То есть, очень... Ну, почему не здоровская? Потому что в Альфрам Альфа, партнер Apple, который там супер энциклопедии, они не работают с русским языком. И, видимо, Apple как-то пытаются решить эту проблему. Может быть, не решат. Может быть, первый релиз русской Сирии будет без этой энциклопедии. И тогда будет беда. Но вообще, мне видится, что они будут переводить запрос быстренько на английский. Отсылать в Альфрам Альфу, получать ответ, переводить его обратно на русский и показывать. Я думаю, как-то так. Потому что мы же с тобой, ну, много раз, и сегодня, в том числе, когда готовились к подкасту, попробовали на английском еще раз. Но работает в разы шустрее. Прям вот вообще серьезно быстрее. Хоп, и уже открылось. А в русском прямо на... Сейчас, подождите, подумаю. И думает. Да, это было заметно. Еще было заметно то, что на русском она так говорит, как будто... Ну, это реальный этот... Как тебе сказать? Как он был? Sam is a computer default voice. Ну, да, понятно, что еще есть над чем работать. Ударение и так далее. То есть тут... Я думаю, она будет собирать как-то дейту по самым настоящим нейронным сетям. И, то есть, ну, все через нее проходит. Так или иначе будет... Ну, не она, конечно, инженеры Apple будут анализировать. И, ну, как бы обновлять с прошивочками ее звуковые банки. Просто как она понимает и так далее. Я думаю, вот именно поэтому вообще паблик бету сделали на iOS. На самом деле, давай скажем нашим слушателям и зрителям, что... Это первая паблик бета iOS... То есть, OS X, Mac OS, да? Ее уже давно публичное... Ну, не давно, но, по-моему, год-то точно. То есть, начиная с U70 или с Mavericks даже. Было открыто публичное бета-тестирование. Ты регистрируешься на них на сайте, заходишь туда, можешь качнуть все время последнюю публичную бетку чего-то там. У меня вот на... Да, на компьютерах Apple прилетают уже там типа что из-за того... Ну, как вот ты говоришь. Один раз ты там регистрируешься, потом тебе уже все публичные беты просто прилетают. Вот здесь будет то же самое. Если это только первый раз вот так вот, ну, хотя тоже как комарик укусил. Нажал подтвердить просто и все, поэтому да. Вот, поэтому наверняка именно из-за этого и сделали публичное бета-тестирование, чтобы побольше инфы собрать о том, как люди пользуются Siri русской. Там кроме русской же еще хрен что добавили. Там какой-то турецкий, этого что же не было. То есть, это у нас праздник, да, на нашей улице. И на турецкой? И не только на нашей, да. У наших турецких партнеров по газовой энергетике тоже они теперь смогут по Siri говорить, когда будут заключать, там, как там через Черное море вести трубы. Ну, давай. Я знаю, что нам еще надо, еще про некоторые особенности поговорить, iOS 8.3, паблик бета. Давай еще сейчас, еще про голосовые помощники. Вот, вроде как, Cortana, которая Windows 10, которая будет голосовой помощник Windows 10, она вроде как теперь сделана и на iOS приложении, будет, точнее, сделана, и на Android. Ну да, да, я тоже слышал. Собственно, я тебе это и сказал. Ну да. В общем, что, Cortana вместе с релизом Windows 10, Windows 10 Phone, там, как, Mobile, не знаю. Ну, короче говоря, вместе с релизом Windows 10 мультиплатформенной, она будет там по дефолту, а на Android и iOS будет приложение. Не знаю насчет русского языка, пока нет никаких данных. Но мне почему-то кажется, что они сразу со всех тылов зайдут. Ну вот, что, все делают. У Android есть OK Google, у этого есть Cortana, у этих есть Siri. Почему Siri будет же только, получается, на Apple девайсах, они больше никуда нельзя будет. Я не могу на Windows Siri себе, ну... Нет, я думаю, вся эксклюзивность как раз в партнерах эпповских состоит. Несмотря на то, что ищет Siri через Bing, я уж не знаю, можно это сменить или нельзя, может, у меня уже и телефон через Bing ищет. Ну... Давай не будем. Да. Ну такой, окей, Google, как ты мне сказал, ты потестировал, он просто гуглит. То есть он с тобой даже не общается. Нет, он не может открывать приложение, как Siri, он не может, короче, он ничего не может с моим телефоном делать. Да. И это, опять же, соображение безопасности в том числе. Возможно, Cortana тоже будет, ну... Песочница же у них всегда была заблокирована в рамках одного приложения. То есть одно приложение может иметь собственный там input output какой-то есть. И по API. Но к другим приложениям он доступаться не может ни при каких условиях. А Siri может. Поэтому, я думаю, это вопрос безопасности в случае с Apple. Ну да. Но на Android, ну, я так понимаю, там ты какой-то Дуся, да, мне показывал? Ну, я вообще, мне кажется... На них куча уже голосовых помощников, и все это, наверное, дыры в безопасности. Я вот это не знал. Я думаю, что голосовых помощников делают вот именно люди, которые разрабатывают железо. То есть ты сделал себе Тойоту, ты сделал голосовой помощник для Тойоты, грубо говоря. Ты сделал телефон для телефона. Но ты не делаешь просто приложение голосовой помощник. А оказывается, их сотен, да еще и за деньги. Да, да, есть платные за деньги. И они, по сути, только гуглят. Ну, ну, или некоторые гуглят сами. А тебе уже показывают выдачу, ну, как бы, исходя из твоего вопроса какой-нибудь там сниппет. Вот, например, Siri, по вопросу, что такое там, я не знаю, что такое амурский тигр, да, я все время проверял, как там у них в советах написано. Он сразу сниппет из Википедии показывает. Ну, видимо, он, видимо, только амурского тигра знает. Нет, ну, Ирбис тоже. Ну, это снежный барс, который Mountain Lion. Вот это Ирбис по-русски. Его тоже знает. То есть такие, знаешь, энциклопедические вещи он уже сейчас показывает. Что такое Владимир Путин не показал. Кстати, на английском показал. Там-то да. Там сразу сниппет из Википедии. Поэтому, ну, у них, видимо, боль, проблема – это главное. Все спрашивают. Поэтому приходится показывать их хорошую выдачу. Ну, что, давай еще. Есть еще, кстати, раз ты Яндекс. Яндекс.Диктовка. Я не понял, что она работает. Она встроена в некоторых Яндексовских сервисах, насколько я понял. Так. И она тоже очень умная. И там можно там отправить. Я видел, можно писать. Ну, короче говоря, целое дело. Посмотрим, что из этого вырастет. И какой-то еще. Или нет. Я про Дуся, ты сказал. Ну, Дуся просто прикол, что, ну, так называете, голосовые помощники уже скоро. Вообще. Ну, вот да. О других фичах iOS 8.3 CarPlay наконец-то доступен. Так что ликуем. Не понял. Это можно будет в машине включать. Некоторые моторы работают уже с CarPlay. Тим Кук говорил вот в этот раз, в самом начале презентации, которую мы неделю назад обсуждали, что теперь все вендоры, вообще все вендоры, которые на американский рынок продаются, поддерживают CarPlay в каких-то из моделей. Может быть, не начиная с самых бюджетных. Я думаю... Это система, когда ты с телефона управляешь мотором в том смысле, что кондиционер добавить и прочую хрень. Электроника. Не то, что рулишь. Нет. А управляешь электроникой автомобиля с телефона. Я думал, это только в гибридных каких-нибудь. Ну, что... Нет, нет, нет. Вот Тим Кук хвастался, что теперь вообще все производители поддержали и строили себе. То есть я просто говорю на английском, включить кондиционер, а она включает? Ну, вообще, сам CarPlay, это API. То есть само приложение, да, которое там есть, ты можешь это делать именно визуально. Но Siri, естественно, тоже понимает команды, которые нацелены про CarPlay. Я уж не знаю, нужно будет какое-то ключевое слово говорить или нет. В моей машине. Да, да. Siri, в моем автомобиле слишком холодно. Добавь там градусов, термостат подкрути. Ну, что-то подобное. Ну, в общем, вот CarPlay можно тестировать, начинать с 8.3, Beta 3. То есть вот паблик Beta 1. Круто, будем тестировать. Я вот, кстати, не знаю, например, Camry, который на наш рынок приходит, там есть CarPlay или нет? Есть шанс, что это только на американском рынке будет. Да, так там и Camry по-другому выглядит, мне кажется, на американском рынке. Ну, нет. Вот последний, который есть... Хотя, ладно, мы сейчас, возможно, в просаг попадем в сильный. Но мы, когда там были, там все Camry предыдущих кузовов, 2002-2004 годов, вот такие. Но тоже, сейчас скажу, 1.8, а не 2.1, и что делать будем? Ну, по-моему, 1.8, да. Ребята из соседнего какого-нибудь машинного подкаста придут, скажут, о, а что они тут знают эти? Да, да. Ну, зато, да, поэтому мы так вскользь. Ещё есть новые эмоджи. Эмоджи. Расширенные существенно. Мы, по-моему, показывали в подкасте или я в твиттере у себя писал, что в новой macOS они есть. Ну, это я помню. То есть, допустим, можно вот так их вызвать. И тут уже все, никто не обижен, короче говоря. Здесь есть все гейские семьи, кроме традиционных, да, семей. Гомосексуальные. Извини. Ну, да. Есть всех рас теперь. Мальчики, девочки. Принцесса есть ниггерская. Мне, кстати, что... А вот это строитель, типа, или это медик? Это строительный. То есть строитель чёрный. Есть? Есть, есть, чёрный. Так он только чёрный должен был быть. Ну, ладно. Не будем, да. Есть бабка старая. Тед. Нет, я случайно загуглил. Так давай, загугли, загугли. Ничего не найдено, по-моему, запросу. Ну, мы, да, мы с тобой говорили. У нас было с тобой в подкасте. Это ещё ты мне интересный прикол. Рассказывал про Coca-Cola, что покупает эти домены. Да, точно. Вот это было. Вот теперь в iOS Beta 3, Public Beta, тоже они есть все. Я уже проверял. И есть хорошие фоллбейки. То есть, если ты постишь... Ну, хотя фоллбейки не очень хорошие, потому что на старых прошивках всё равно, да, эти квадратики не показываются. Где-то показываются, понимаешь, какой-нибудь, допустим, если ты чёрного чувака какого-нибудь постишь. Чувак белый и чёрный квадратик. Да, да, да. Но чёрный квадратик иногда показывается как инопланетянин, просто как непонятный символ. Это, по-моему, зависит от приложения. Да, ну посмотрим. В общем, будем посмотреть. Есть такая штука, теперь можно наконец-то на Инстаграме. У меня, кстати, причём, что характерно, у меня, вот это у меня, да? Давай вернём на Apple Insider, следующую статью посмотрим. Кстати, чтобы включить CarPlay, надо зажать громкость на машине. У тебя прям на руле кнопочки есть CarPlay. У меня есть. Вот, да. Видишь, здесь по дефолту бледнолицые смайлики. Ну? А у меня почему-то по дефолту эти жёлтые. И на телефоне, и на ноутбуке. А у тебя, может, знаешь чё? У тебя может быть телефон, хотя он у тебя европейка или какой-либо? У меня русский, обычный. У меня русский. Я пошёл в Билайн, купил телефон. Просто у меня-то европейка какая-то, там, досвидос какая. У меня, возможно, будут чёрные сразу. Да, возможно. И гомосексуальные. Будут впереди. У меня традиционные семьи перед ними. Ну, в общем, да. У меня почему-то жёлтые. Не знаю, почему меня к китайцам причислили, но причислили. Вот вы здесь можете видеть, что есть теперь одна такая общая лента, которую влево-вправо листаете. И на каждый смайлик, если долго зажать на iOS, можно выбрать любой цвет. Ушки чёрные отправить, например. Ну, в общем, всё толерантно становится. Всё становится демократично. Вот, видишь, да. Кстати, вот этих тёлок танцующих, как это, кабаре, да? Ну. Понимаешь, их нет. Это обозначение просто действия. То есть, как бы, понимаешь? Но, тем не менее, вот эти вот девочки, которые показывают крестик и это, они-то можно обозначать действия и... И чёрными. Да. Ну-ка, подожди, я сейчас хочу. Ну, давай. А то вдруг я тебе наврал. Нет, я тебе не наврал. Чёрт нахрен. Случайно. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Тебе, кстати, там, причём сразу расшифровку всю говорят, как называется. Вот, видишь, да, есть. Ага. А как это называется? Ну, ты нажимаешь, ты сразу вводишь. Я навожу. Работник справочной службы. Ё-моё. Понял, да? Это работник справочной службы. В общем, вот такие нововведения. Пишите в комментариях, как вам новая бета. Ну, кстати, плавнее работает. Я, как обычно, может быть, фантазирую. Может быть, там, если замерять, не замерять. Как делает наш товарищ, да? А подожди, подожди. Плавнее, и самое главное, аккумулятор-то как? Аккумулятор просто говно. И там, и там, и везде. Понятно. Особенно Siri. Уже на полдня хватает телефона, но он просто и старый. Сколько ему? Два, три года. Ну, ты сегодня читал, считай, про дополнительный аккумулятор к мэкбукам? Вот надо скоро быть дополнительный аккумулятор к телефону. Да нет, можно будет просто поменять аккумулятор на телефоне летом, чтобы сейчас его под зиму опять не испортить. А у нас зима все еще в Челябинске. У нас в Челябинске сейчас будет зима сначала? Да, а потом вот только лето еще, да. У нас март-апрель такая зимняя погода. Че, мы к следующей теме, супер теме? Давай, к следующей супер теме. У нас кто-то просил в комментариях. Причем девочка, деженского пола. Вау. Вот это, я не знаю, я бы лучше подготовился к этому вопросу. Ну. Побольше про плагины вордпрессовские поговорить. Хотя, казалось бы, у нас уже был обзор. Да, у нас был обзор, типа... Ну, то, понимаешь, по нашему мнению. То было по мнению редакции Ювеб-дизайна. Вот эта статья, The Most Popular WordPress Plugins, на блоге PostStatus, она по количеству загрузок. То есть это уже объективные данные, которые просто народ проголосовал мегабайтом. Как рублем. Как рублем, только вот мегабайтом, да, он скачал. Ну, здесь, короче говоря, просто, что там бла-бла-бла, у них новые метрики появились. Ну, мы уже об этом говорили, да, в директории плагинов, что вот, можно смотреть downloads per day. Какие-то... Per day. Я что-то не подумал, что это смешно будет. Ну и что? Да. Мне надо всегда... Подожди, но мы же с тобой плагины, точнее, мы же с тобой. Ты же рассказывал про плагины, которые именно вот в быту, в хозяйстве, как говорится. Ну, я тогда про per day еще не знал, конечно. Не мог во внимание взять, да. Но именно что мы используем, реально. Наш выбор редакции. Но? Здесь смотрим по количеству загрузок. Контакт форум 7. Я про него, кажется, тоже там говорил. Про него все говорили. Это супер плагин для создания контактных форумов. Если ты пользуешься вордпрессом, не знаешь, что такое контакт в форум 7, возможно, ты еще ничего не делал на нем. Ну да. Ни одного гайда не читал. Просто как бы... Даже, понимаешь, контакт в форум 7, когда ты заходишь установить плагин, он, по-моему, в фичард плагинах сразу еще висит. Ну... То есть, короче говоря, его форсят. Это плагин для создания форумов. Он классный, он здоровский. С ним работает большинство тем, которые на Team Forest продают. Хотя что там с ним работает? Он импуты показывает просто и все. Надо как-то быстро по ним пробежаться. Я уже вижу, какие там плагины. Ну да, ладно. Акисмит предохраняет ваш блог от спама. Мы его использовали на UwebDesign до того, как вообще закрыли комментарии. Ну то есть, у нас там гиперкомментарии. Мы их после обновления уберем, поставим нормальные. Ну да, Акисмит, он спасает. Он в очередь спама все помещает и хотя бы это не публикует. Несмотря на то, что там все равно надо добрее не дождаться, но да. Но это один из тех плагинов, на которых Automatic, создатели WordPress, зарабатывают деньги. Да, потому что он для некоммерческих проектов бесплатный, а для коммерческих все-таки платный. Ну больше, чем один сайт. Нет, для любых некоммерческих он бесплатный. Уже. Да? Да. Охренеть. WordPress SEO тоже. Мы его 100% в обзоре рассказывали. Супер плагин. Для всех микроразметок, для помощи копирайтерам и вообще. То есть это прям... Что называется must have? Must have. И, кстати, ты слышал, на той неделе... Must die. Пердей. На той неделе нашли... Ну-ка, это что, заболевание какое-то? На той неделе нашли серьезную уязвимость. В чем? В WordPress SEO. Я думал, в самом WordPress. В принципе, WordPress это одна большая уязвимость. Да, это одна большая уязвимость, но тем не менее. Вот WordPress SEO это вторая большая не уязвимость. Год мод. В общем, да. И в нем SQL инъекцию нашли в какой-то там... В какой-то из маленьких функций. И без... Одно из без... Беспрецедентные вещи получились. WordPress.org, ну и Automatic. Не знаю, кто там команду отдал. Верховный главнокомандующий WordPress. Мэтт Мулинвек. Да. Автоматически всем обновить, у кого WordPress SEO, до новой версии, до быстрого фикса. То есть ты прям даже мог... Ты мог, в принципе, когда у нас метеорит в Челябинске упал, вот я спал, я проснулся уже практически, когда все закончилось. Вот ты мог проснуться, а у тебя уже все обновлено и опасность миновала. Как заново родился. Ну то есть это да, это на самом деле так прям серьезно там на всех каких-то хакерских бардах прозвучало. И причем прозвучало даже... Обычно как делают добрые хакеры? Они скидывают сначала хозяевам плагина уязвимость. Если те сколько-то не реагируют, они ее вываливают. А тут они это сделали одновременно. Поэтому голландцам из UAST пришлось очень быстро это фиксить. Ну это злые хакеры. Ну это такие хакеры. Просто чистолюбивые. Они хотели хотя бы просто всем сказать, что они нашли в великом и ужасном плагине уязвимость. Следующий Jetpack. Ну про него мы тоже тысячу раз говорили. Там 30 плагинов в одном, начиная от микроразметки для твиттер-карточек и заканчивая комментариями Jetpack-овскими. То есть там многие сразу ставят его на свой сайт и больше не ставят ничего. Потому что в принципе он очень много чего делает. Мультипепос. Мультипепос WordPress плагин. Благ. WordPress Importer. Отличный плагин. Мы тоже всегда используем. Но я даже не знаю, какой смысл было его упоминать отдельно. Ну в том обзоре, который мы делали. Но тем не менее он крутой. То есть он позволяет вам экспортированную XML-ку с другого WordPress сайта весь контент импортировать в вашу новую установку. В том числе медиафайлы. Он их качнет по тем ссылкам, которые там были. В той XML-ке и поместит к вам в страницу. Отличная штука. На самом деле его давно уже в дефолтный функционал пора включить, я вот так думаю. Да, потому что каждый раз иногда ставишь, жмешь импорт, выбираешь WordPress, думаешь сейчас попрет. Нет, надо сначала плагин поставить, только потом загружать файл. Можно было бы включить. Не знаю, почему не сделали. Вот представишь, включат в следующем релизе. Мы опять подумаем, что они нас слушают. Так а так и есть. Скорее всего, да. Google Sitemap Generator. Не знаю, нахрена он нужен, с учетом того, что есть WordPress SEO, в котором тоже есть генерация Sitemap. Ну может быть это какой-то гугловский, сразу в Google отправляют. Представь себе это вот такое. Я представляю себе, что некоторые, наверное, SEO не настраивают. Там же куча настроек WordPress SEO. Да, да. Они одну эту хрень накатывают. Ну может быть. Но я больше чем уверен, что киллер фичи в том, что он сам в Google ее отправляет. Ты подключаешь свой вебмастер аккаунт, и он уже ее в Google отправил. Самому лайпейджу прям. Скорее всего. На стол прям под стекло положил твои данные. Твою сайтмэп, да. All-in-one SEO. Ну это да, это тоже известный плагин по поводу того, что... All-inclusive. Ну короче говоря, тоже про SEO, но мы его не используем. Его причем скачало в абсолютных цифрах больше, чем в WordPress SEO, но активных установок на нем чуть меньше. Значит, дерьмо. Ну да. Значит, не satisfied остались оставшиеся там сколько? 18 тысяч человек. Окей. Вп супер кэш. У нас есть на канале отличный плагин про WordPress кэширование. Отличный плагин? Фу, отличный обзор. Все уже, да. Ну мы там про V3 Total Cache говорим. Он, кстати, тоже там ниже в списке. Вот этот... Хорошая пэйдж кэширование. То есть если вам нужно только страничное кэширование для WordPress, это ваш выбор. А насколько ты думаешь, вот девочка, которая нас спрашивала про плагины, она вот сможет просто так взять и VPS Super Cache настроить? Я думаю, да. Потому что VPS Super Cache ведь реально там пара кнопок и все. Поэтому рекомендуем. Но нет, рекомендуем наше видео посмотреть про V3 Total Cache и настроить его, потому что он там дополнительно кучу штук делает. То, что ты там сказал, куда нажимать. Да, потому что я там и показал в том числе. TinyMCE Advanced. Ни для кого не секрет, что WhatYouSeeIsWhatYouGateEditorWordPress это TinyMCE, по-моему, версии 4.0 сейчас, или там 4.1 какой он сейчас, последний. Вот Advanced добавляет какие-то там еще эти функции форматирования. Ни разу не ставил. Ну понятно, полный Word у тебя будет. Ну да, да, тип того. Можно больше, более интуитивно, понятно. Не знаю, более лучше. Неважно. Next Gen Gallery. Стандарт де-факто для всех сайтов про галерейки, да? Ну мы много где видели. Он, по-моему, слайдеры может. Я не помню. Там есть паттерн карусель, да. То есть, да, да, кстати. Слушай, я никогда не думал использовать Next Gen Gallery только как слайдер. Ну, собственно, и не надо, потому что вообще-то он отвратителен. Он, несмотря на то, что его много где используют, под него можно шаблоны свои писать, но он поганый. Он какая-то просто еще здоровая ужасная машина для убийств. Ты его устанавливаешь, у тебя... Ну, возможно, мы просто не умеем его готовить. Да, да, да. Но нет. Google Analytics for WordPress — это тоже плагин UAS-тов голландцев. Он... Ты просто подключаешь его, и все. И у тебя туда... Ну, тебе надо предварительно, конечно, на Google Analytics это создать. Ну, понятно. Под этот сайт. Как это там называется-то? Ну, короче, выделить там ячеечку под этот сайт, но уже соединить. Ну, ты там ключ возьмешь, наверное, какой-то. Вот Яндекс.Метрика. Ну, вот, вот, ребят, вы еще планируете записывать видео по WordPress? Нас на Twitter в данный момент спрашиваем. Ну, планируем-то планировать-то планируем. Мы же каждые две недели их записываем. Привет. Привет. Нет, не планирую. У нас чередуется на канале. Ты думаешь прям... На самом деле... Поэтому, конечно же. На самом деле, люди подумают, что надо сто вот этих плагинов всех накрутить и жить спокойной жизнью. Нет, на самом деле, надо очень сильно думать, какие вы используете, какие нет. По жизни, в принципе, лучше очень сильно думать периодически. Поэтому, да. Поэтому, конечно же, планируем. В подкастах... Это, на самом деле, мы сейчас демонстрируем, что мы отвечаем аудитории. Да, мы, в принципе, демонстрируем, что мы живые ребята. И что мы тоже... Да. Работаем с аудиторией. Вукоммерс. Отличный плагин для интернет-магазинов. Удобный в настройке. Особенно, если ваша темка его уже поддерживает. Если вы в свою хотите темку его вписать, ну, там придется постараться, посмотреть на экшены и, в принципе, погрязнуть немного в говне, потому что даже книг нормальных поэтому нет. Кстати, да. И, кстати, у вас будет постоянно вас бесить такая хрень, там нотис такой выскакивает. Типа, вообще, ваша тема не предназначена для Вукоммерс. И ты что, не делай, она не предназначена? Ну, скорее всего, надо им отослать депешу. Да, да, да. Депеш мод о том, что... Эй, Вукоммерс, Вуксимс, ребята, привет. Я официально поддерживаю вас. Может быть, где-то это в комментариях пишется. Ну, нет, 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 мы бы уже знали. Так что да. Ну, давай дальше. Может быть, это ты просто дерьмово написал. Может быть, ты какой-нибудь экшен инишиэйшен не использовал. Может быть, но все работало. Ну, понятно, у нас все наши проекты работают. Hello Dolly. Это смешно, это плагин, который по дефолту устанавливается. Он, причем, по дефолту он не активирован. Непонятно, почему Active Installs так много. Видимо, его все-таки все активируют. Он просто показывает, как работает с плагинами. Это, будем говорить, плагин Boiler Plate. Мой это Муленвек его сам написал. Для того, чтобы показать, какая структура должна быть у плагина, он выводит рандомные строки из песни Hello Dolly. Да, да, да. Луи Армстронга. И вообще, в принципе, ребята с WordPress, они там джазисты сильные. Они все называют, каждый WordPress, новым джаз именем или блюз именем там чувака. Добавила в избранное. Понравился наш ответ. WP Page Navi. Это плагин для навигации красивой, да? Не только предыдущие страницы, следующие страницы, но еще и промежуточные странички по циферкам. Ты не представляешь, когда иногда у тебя проблемы с погинацией, бывает такое, что в WordPress проблема. Ты начинаешь гуглить и тысячи ответов, как это сделать в WP Page Navi с помощью этого плагина. Ну да, это стандарт де-факто. И уже нет проблем. Я напоминаю, с WordPress 4.1 добавили крутые функции, которые я уже пробовал в темах. Я, правда, их не помню на памяти. Get Post Navigation, просто Post Navigation. Я даже обзор, по-моему, на это делал. Ну, то есть они уже так не ломаются, да, казенно? Они уже, там уже более-менее учли пожелания миллионов. Вот этих миллионов, которые ставят WP Page Navi, видимо. Окей. Ну, в этой Total Cache мы уже сказали. Дальше я уже не знаю, что это за World Fans и так далее. Поэтому не будем про них говорить. BB Press — это плагины. Это большой большой... Buddy Press — социальная сеть. Какие плагины? BB Press — это для... Форум. Форум. Господи, я, видимо, вообще упоролся сегодня перед подкастом. Ну. Да. И не помню об этом. WP E-Commerce — это конкурент VU Commerce, да? Но мы с ним не пробовали работать, не знаем, что там. Ну, тут уже, кстати, на убыль пошло. The Events Calendar — это плагин, который Custom Post Tip Event добавляет вам. И Templated, да? Шаблончик для ваших страниц, который выводит их в виде календаря. Templated, да? Ты как-то круто сказал. Да. Что, давай дальше. У нас какие-то суперсвежак должен был для PowerPress. Есть, есть, есть. Новый плагин Mentionable называется. Ну-ка. Можно в вашем посте, в вашем посте писать вот такие, как в Твиттере. Собака Hello World, да? И ссылаться на посты, которые вы до этого писали. Продемонстрирую на сайте, который мы все любим и знаем. Черт, не могу написать. В смысле, я не понял, будет-то что? Я сейчас покажу. Ссылка будет. Website.ru Так, будет ссылка, если ты напишешь через собаку. Как оно, кстати, по-человечески-то называется? А никак. Add. Ну, в английском говорят add. Add sign. Ну, что-то все. А это потому, что... Нет, это не поэтому. Это потому, что объектный кэш обновляется и давно в админку не заходил. Сейчас будет быстро работать. Давай. Я-то знаю, как в этой ритул кэш работаю, что обзор записывал. Так. Тестовый заголовок. Да неважно, ты же это не будешь посетить или будешь? Ну, я это буду предпросматривать, чтобы тебе показать, какая ссылка получается. А это надо писать в визуальном редакторе? Да. В визуальном точно работает. Вот смотри, dubstep я пишу. Меня здесь уже показывает. Вот давай я вот это выберу. Оп, видел, ссылочка появилась. И если я зайду на то, как это будет выглядеть, то просто ссылка и все. Ага, понял, понял. Все. Это удобно, да? Круто. В текстовом редакторе класс mentionable. Непонятно. Data mentionable. А, понятно. Он в JavaScript по этому классу link. А, нет, уже тут. Видимо, да. Надо было визуально. Вот я сейчас попробую. Ты сейчас это пишешь в коде. В коде вещь не работает. Я так к твоему вопросу, в визуальном или нет? В визуальном. Потому что тут по якорю этот эдитор какой-то там и CSS, скажи, подключается. Можно же вот эту штуку стилизовать примерно как твой фронтенд, если ты помнишь. Ну да, да. Есть там какой-то экшен. Ни разу не делал. Да нахрена. Потому что я всегда в текстовом пишу, видимо, поэтому. Хотя для клиентов, может быть, и надо было делать. Ну вот, да. И он здесь JavaScript тоже подключает mentionable именно для визуального редактора. Так что вот такой плагин теперь есть. Если вы много пишете, много делаете перелинковочки с вашими предыдущими постами, а вы должны это делать, потому что иначе какой из вас копирайтер? Исёшник. Хреновый. Так что да. Вот такой есть. Нам Сара показала, рассказала. Так, дальше. WordPress 4.2, Beta 1 теперь доступны для тестирования. У нас прям неделя бет открытых, публичных. Чё-то да. Четыре основных фичи. Про все про них мы уже, в принципе, говорили. Первое, заредизайнили букмарклет пресс-ит. Помнишь, которое я тебе говорил, надо добавить, типа, закладочку пресс-дыс? Ну. Вот, на скрине здесь видно. Ну. Будет? Да, будет поп-ап. Вот он. И ту страницу, на которой ты находишь, можно отправить к себе в админку, как черновик поста. Вот про это я хочу потом написать. Угу. Удобно. И вот сделают, чтобы было так. Потому что сейчас тот, который реализован, когда ты на него жмёшь, он сразу тебе такой пост публикует. Просто ссылку на это, небольшой сниппет. Ну, говно. Ну, да. Следующее, это возможность предпросматривать темки прямо из кастомайзера. Вау. Тоже мы уже говорили, что это будет. Прям вот. Ты ждёшь? Я, да. Я буду темки... Нет, а вот ты смеёшься, а очень удобно. Ты в кастомайзере, когда перепросматриваешь всякие хедеры и так далее, иногда хочется посмотреть две чайлд-две. Две. Как две чайлд-темки работают. Разница. Скоро кастомайзер будет шире, чем... Админка. Чем морда, да. Ну, мы с тобой уже, да, думали, что многие темы сейчас весь свой функционал по кастомизации в кастомайзере переносят. Казалось бы, это логично, но мне не всегда нравится, например. Мне иногда кажется, что хорошо оформленная страница в админке с настройками твоей темы, это всё-таки лучше. Пока понятнее юзера. Как-то увереннее выглядит. Да, да. Потому что тут как-то это... Может быть, просто это сложнее реализовать, не знаю даже. Да всё достаточно сложно реализовывать. Ну да, и там, и там. Расширение поддержки emoji, опять же, emoji. То есть тот проект, который Twitter open-source-нул, свои emoji, которые они перерисовали. Twitter emoji или Twitter emoji, они их назвали. Интересно, они негров-то нарисовали? А вот да, я хотел это с тобой обсудить. А, собственно, как мы это обсудим, если мы этого не знаем. Ну, может быть, можно было это загуглить, но мы уже не очень подготовились. Ну, нарисуют, нарисуют. Я уверен, что подтянутся 100%. Особенно, когда iOS 8.3 уже официально выйдет. Да, да, да. Я думаю, всё будет. Вот да. И четвёртая фича. Какая же четвёртая фича? А, точно. Скрытая установка плагинов. Ты находишься на экране установка плагинов, жмёшь кнопку install, и тебя не редиректит вот на эту пустую страницу, где тебя так строками, значит, так активировано, установлено. Да, да, да. Have fun. All install success does videos. Тебе здесь просто, как на iOS, опять же, ты поставил установить приложение, тебе здесь же в круглёжочке, круглёжочек набрался и переменился в кнопочку открыть. И вот здесь тебе также установить, там будет маленький прогресс бар такой, вместе со стрелочкой, типа, работает, и потом хоп, установлено. Ну, это хорошо. Прям не покидая. А знаешь чё? Что? Ты вот сейчас вот это всё сказал, а я вот сейчас тебя снова подловлю. Знаешь чем? Ты обещал рассказать про очень интересный плагин, который вышел. TinyPNG, как тебе такое? Есть такой сервис? Я, когда я обещал про него рассказать. Ну, ты говорил, вот, он недавно вышел, свежак. Это я тебе в приватной беседе обещал про него рассказать. А, мне? Ну, так, на самом деле это крутой плагин. Ну, это крутой плагин, он платный. 500 только картинок, я напоминаю, в месяц. И чё он делал? С учётом того, чё он делает? Давай, давай, сейчас расскажем, чё он делает, раз ты уже меня подловил. TinyPNG. Ну-ка. Вордпресс. Там фотошоп-плагин. Ну, кому что. Но это не я, это Гугл советует. Я такое не гуглил, не дай бог. TinyPNG for WordPress. Вот такая картинка сейчас будет. Вот он, утюг. Угу. У них везде эта пандочка. Ну, это их брендирование. И это правильно. То есть, Паула, опять же, почти каждый подкаст так получается, что про неё приходится употреблять. Употреблять тоже каждый подкаст приходится, да. Упоминать. Она писала о том, что в брендировании использовать символы, типа Микки Мауса, это прям вообще киллер фичи, это круто. Так это же... Или как MailChimp. Это же права нарушает. В смысле, ты своего придумываешь. Я имею в виду сам факт того, что с тобой общается какое-то существо маленькое от имени бренда. Оно увеличивает там вовлечение, доверие, какие-то факторы. Ну да, да, правильно всё. Рейдинг-то одна звезда, смотри-ка. Как так? Он, может, там какой-нибудь нерабочий. Ну, чё он делать? Он хреново рабочий, потому что он по... Ты заходишь на сайт TinyPNG, берёшь API-ключ, который тебе... Ты там регистрируешься. Этот API-ключ подсовываешь в админочки у себя. И этот плагин автоматически на лету сжимает твой APNG-файл. Прямо суперкруто. При загрузке в медиатеку? Да, так точно. И лимит 500 картинок в месяц. Вы можете сказать, что до какого там, чё я 500 картинок загружу? А вот, например, вот темки по дефолту в WordPress 4 размера картинки. Thumbnail 150 на 150, Small 300 на 300, Large, в зависимости от вашего контента, там, 930 на 930, там, или, ну, там, он как бы не обязательно квадратным делает. И Full. Так. То есть каждая картинка, это 4, на самом деле, для TinyPNG. Всего 125. Ну, около 125 в дефолтных темах, понимаешь? Что вот тема One, на которой мы делали обзор у нас на канале, она около 8 или 9 генерирует. Одну для WKM-мерс товара, одну, если это в сайт-бар попадёт, одну там туда-то, одну сюда-то, ещё каждую из них ретина. Да. И вроде бы это неплохо, да? А вроде бы ты уже можешь свой лимит в 500 картинок за 20 картинок весь выработать нахрен. Ну, не за 20, конечно, ну, ты понимаешь, да? А вообще дорого вот это всё понятия не имею. Я вот не настолько готов. Понятно. Для меня этого достаточно, чтобы заходить на сайт и вручную это делать. Ну, вот на сайте всё хорошо. И не использовать PNG-файлы просто, и всё. Потому что тебе это очень редко надо, только прозрачность. И если у тебя их реально так много, ну, придётся, наверное, расплатиться. Ну, и вообще, все же говорят, что для веба-то у нас шпиги, которые сжимают. Ну, вот именно. А для этого у нас Resize Images After Upload плагин, который, кроме того, что уменьшает вот эти вот фоточки, которые ваши клиенты загружают, прям зеркалки 6 тысяч на 6 тысяч. И ещё и JPEG-компрессию, какую, скажете, применяют, там, от нуля до сотни. От 90 или сколько там у них? Ну, не важно, но это 99. То есть прям супер. Tiny PNG – это так, от лукавого. Если прям вам надо, короче, если вам надо. Ну, вот кому-то надо было, кто-то один поставил, не знаю. Мне на сайт проще зайти, когда я одну PNG-картиночку в год, мне реально надо, вот, чтобы она была PNG. Поэтому, да. Давай к следующей теме. Следующая тема твоя. Смотри, здесь заголовок у нас, вот у статьи, которую мы нашли. Почему ты должен начать учить английский язык прямо сейчас? Не было слова язык, ты его придумал. Ну, хорошо. Да, а у нас звучала тема с тобой в наших списках, а у нас списки есть. Там, типа, почему надо учить английский язык веб-разработчику. Cameron Diaz здесь. В принципе, то есть, да, я думаю, что веб-разработчику можно же как человека обычного. Как человека прямоходящего, да? Не всегда, но можно. Ну, можно, да. И, оказывается, английский повсюду. Everywhere. И это я уже по-английски говорю. Вау. Super. И причем, знаешь что? Когда ты начинаешь вот учить английский, допустим, если ты начинаешь читать, вот, как мы всегда кладем по воскресеньям книгу Орильи, да? Ты начинаешь ее читать и понимаешь, что все слова, которые там встречаются, ты их вот один раз запомнишь, и они будут еще в каждой книге Орильи встречаться. Естественно, конечно. Ты можешь спокойно уже все эти книги читать дальше. Или там они будут в какой-то еще литературе встречаться. Поэтому, как бы узнавая эти слова, ты уже, ну, как слова, то есть, уча английский, опять же, получается. Ты можешь жить жизнью. Так, с любой областью английского. То есть, например, если ты начинаешь какой-то сериал смотреть на английском, первые две серии ты узнаешь лексикон этого сериала, и он потом на проезжение всего сериала не меняется. Ну, если сценаристы не меняются, потому что это же тоже люди, они тоже обладают определенным запасом слов, и у них, они позиционируют этот сериал как такой-то, такой-то. Хотя ситкомы, они все примерно одинаковые. Подожди, ну, какое вот самое частое встреча? Кроме базинга, слова в теории большого взрыва. Ну, слушай. Вот они же что-то часто постоянно повторяют. Я вот... Да в смысле? Ну, я не знаю, но это там 100 слов максимум используется во всем сериале. Ну, немного реально. Это с учетом всех терминов. То есть, если вспомнить старые, да, сезоны, там поинтереснее было смотреть, там какие-то переходы на термины были. Хотя, хотя все эти термины, они международные. То есть, там вместо шин-цы-я в русском используется окончание, если суффикс, постфикс, я не филолог. Ну, подожди. Они, все же говорят, что они типа стали хуже, так английский там... Английский там просто, потому что там все про отношения. Стало это типа, как тебе сказать... Ну, тебе надо только знать, love, kiss, love, да, asshole, shit. Couple. Couple, да. Ну, вот, да, да. То есть, вот такие слова уже более простые. Угу. Поэтому... Вот в статье нам как раз первая карьера. Вот как раз мы сейчас говорим о карьере. Почему? Потому что вы читаете книжки, вы развиваетесь. И в основном вся свежая литература по веб-изайну, еще по программированию. И вообще в любой области, если даже вы, мне кажется, дворник, и то будут книжки по английскому, они будут первые. Последние лета, они, конечно, лондонские дворники все пишут, о чем речь. И причем, вот, разнятся. Где бы мы ни были, да, у нас в комментариях или на каких-то... На выходе мы когда-иногда бываем во всяких стартап-постилелках и так далее, да. Многие люди говорят, что мы там отстаем на год, да, русский? Ну. Русский. Ну. А кто-то говорит на три года. Вот, я не знаю. Да, ты можешь сказать хоть на 20 лет. Ну, смотря, конечно, в какой сфере, я не знаю. Но, опять же, три года, мне кажется, это сильно. Сейчас все-таки уже более космополитично все стало. И прям почти сразу на Хабар уже все переводят. Вот прям месяц. Может быть, даже меньше месяца. Я не знаю, насколько... Ну, хотя Хабар, это уже практически в народ пошло. Да. Может быть, не так как-то усваивается это все. Не знаю, почему тогда все равно в России все плохо с этим. Несмотря на то, что на Хабаре реально все переводят. Да не все, во-первых. А во-вторых, те, кто переводят, те и понимают, о чем говорят. Понимаешь? Если ты... Понимаешь? Если ты уже как бы это не взял на английском, значит, ты это уже на русском не будешь, скорее всего, брать. Ну, может быть, может быть. Да, действительно. Потому что это все одно... Но, с другой стороны, выступления на конференциях, например, их вот не переводят. Вот это очень интересно на самом деле. Это очень, во-первых, познавательно, так скажем. И опыт можно сразу это перенять. Здесь цитаты наши любимые. Да, да. Знать много языков, значит, иметь много ключей к одному замку. На самом деле, когда я утром цитаты выкладываю, я каждый раз представлю, что я вот это говорю под легкую фортепианную музыку. Вот эту цитату проговариваю. Если у меня слеза пробегает, то я ставлю. Та-та-там. Культура. Значит, ты можешь, во-первых, кроме того, что узнавать по веб-дизайну именно научную литературу, ты можешь еще и культуру американскую перенимать. Зачем ты? Зачем нам американская культура? Чтобы, понимаешь, чтобы зашориным не быть. Я даже не имею в виду, что сразу хотеть, как вся наша либеральная общественность, свалить куда подальше, там просто и так далее. В Польше работать, уехать. Да? Да. Так вот. Там-то по-польски надо разговаривать. Ну, там, да. Кстати говоря, знаешь что? Вот мы же очень часто видим, что французы достаточно прогрессивные, агрессивные ребята. То есть, возможно, если бы мы знали француз... Никогда они не прогрессивные ребята. Они давно очень были прогрессивные, когда все гувернантки и учителя музыки были из Франции. Ну, да. А сейчас уже Франция, это так, же суй? Нет, подожди. А суть в том, что там же очень много бизнесменов, всяких жестких компаний, которые держат все. Они держат все, и мне кажется, когда они держат, они на английском это говорят все. Они все... Я прям уверен. Они понимают, что рынок-то у нас в мире все равно один, это США. Money. И не важно, что базируются чуваки во Франции. Допустим, вот Activision Blizzard, да? Activision недавно поглотил Blizzard. Они там занимаются суперкомпьютерными играми. А Activision, в свою очередь, принадлежит Vivendi. И Vivendi не только Activision принадлежит, а еще до хрена всяких издателей. Ну и что, они на французский рынок игры, что ли, делают? Игры-то они, к сожалению, делают на английском. Да, согласен. Путешествия здесь. Здесь говорится, конечно, путешествия. Если ты едешь в любую страну, вообще в любую страну, включая, даже, я не знаю, вот страну, где совсем не говорят по-английски. Хотя, все равно ребята, которые будут продавать какие-нибудь билеты, еду и так далее, они все равно поймут, что ты хочешь сказать. Да, ну, нет, понимаешь, путешествующий английский, там достаточно, беме, this hot dog, please do, number, three. Couple. Короче говоря, нет, на самом деле, бродют, он ангажирован, то есть, он здесь как-то все прям... Ну, здесь любят путешествовать, поэтому здесь ребята очень сильно на это играют. И здесь не ура, патриоты. Да. Общественная жизнь, это они что имели в виду? Что ты можешь публикации в Инстаграм, смотри, читать, как какой-нибудь чувак. Ну, я бы это к культуре, к поп-культуре отнес. Согласен, согласен. Можете читать, что ваши любимые звезды говорят, что «Воу! Бастон! Фак ю!» Так, как учить английский здесь из них? Где отступы кнопки нижней? Ну, да. Что за верстка? Да. Видишь, тут даже еще говорят, что будут писать мотивационную статью, видимо. Ну, видимо, мотивации не хватило написать мотивационную статью, но мы не искали, на самом деле. Ну. То есть, я вообще, я думал, тут будет твой бенефис вообще, как тебе это помогает. То есть, ты же английский только еще там познаешь, как мир. Да, я вот, я и говорю, я вот первым пунктом это и сказал, что, что на самом деле, как только, только начинаешь вообще хоть чуть-чуть, начинаешь учить, ты сразу видишь, сразу видишь, как бы прогресс. Даже не как бы прогресс, а ты видишь, что те слова, которые ты учишь, ты их сразу применяешь. Даже, даже на чтении. Я уж не знаю, на самом деле, про речь. С речи, наверное, тяжелее. С речи — это отдельно. Это тебе нужно языковой блок снять и начать думать по-английски. Если ты будешь думать по-русски и переводить это на английский, ты будешь просто дурак, все будут это видеть, несмотря на то, какое у тебя произношение и словарный запас. То есть, речь ты должен думать на английском. Это даже иногда очень сложно. После того, как посмотрел какой-нибудь сериал, выходишь на кухню и говоришь, я хочу там, должен быть завтра. Есть. Так это, вот у меня, когда я сейчас, учась в аспирантуре, да, у нас были экзамены по английскому, и мы приходили каждый день, каждый день, каждую неделю читали из учебника по-английскому на английском про свое, там, педагогическое, там, информационное, вот это все. И она, знаешь, что мне говорила, преподаватель? Так. Она мне говорила, что вот ты себе записывай подсказочки, но ты себе записывай только на английском. Не надо на русском записывать эти подсказки. Вот там то пошел, сделал. И переводить себе в голове. Нет, ты уже должен думать по-английски. Да. Ну вот видишь, как здорово. То есть, ну, я могу от себя сказать, так получилось, что я английский с четырех лет учу. Так. И никак не выучу. К сожалению. Ну да, нужно из разных, вообще из разных областей учить английский. Ну я вот часто замечаю, ты просто говоришь, я вот не знаю тут слово, я просто знаю, как это будет по смыслу. Я понимаю, как бы, из контекста. Нет, не только из контекста. Я, понимаешь, чтобы использовать слова, это одно, а чтобы понимать, это другое. Я читаю книжку, я не смотрю никакие слова в словаре. Я полностью могу тебе сказать, что здесь вообще, почему и так далее. То есть, вот, допустим, ты меня сейчас спроси, как будет балахон. Ну хорошо, я помню, что клоук, да? Клоук это не только балахон, но и капюшон, но балахон в том числе. Но когда я это читаю, я отлично знаю, что клоук это балахон. Потому что я уже знаю слово клоук. Ты мне если скажешь клоук, я тебе скажу, как это по-русски. Как это по-русски. Да, но когда ты меня спросишь, балахон, потому что когда я это читаю, я полностью уже в другом мире, как бы, я уже полностью читаю на английском, думаю на английском, понимаю это на английском. Если вот в тот момент, когда я это читаю, я вот нахожусь в этом трансе, будем говорить, лингвистическом, я спокойно могу на этих всех словах говорить, не задумываясь о том, как же это будет по-русски. Потому что я, ну, как бы, просто полностью по-английски это думаю и все. Я не знаю, как это. Причина, ну, то есть ты, если те слова, которые ты не знаешь, тебе это как бы, у тебя это из контекста не вылетает, то есть ты не понимаешь, что происходит. Вот последний раз, когда я не знал слова, это была книжка «Исход Орды», да, «Rides of the Horde». Я книжки по Варкрафту люблю почитать в свободное время. Я смотрю в английском толковом слоере. Это лучше дает, потом, конечно, смотрю по-русски. Ну, просто, чтобы понять культурно, есть ли вообще точный аналог в русском языке. Балалайка. Да, Горбачев, Матвешка. Окей. Ну, в смысле, что, вот говорят, что русский язык, там, богатый, да? А вот, допустим, нету столько в русском языке, ну, хотя нет, у меня бабушка, может быть, знает всякие там, шобалы и прочие слова, которые слово «одежда», например, означают. Но вот в английском много всяких тряпок и так далее, лоскуток. Ну, не, у нас, смотри, тоже есть. А потом, опять же, иногда вот ты берешь какое-нибудь слово, знаешь, а потом оказывается, что ребята из Украины говорят на этих словах. И оказывается, они просто к нам пришли из Украины. Ту-ту-рум-ту-рум, и все мои от них произошли. Ту-ту-рум-ту-рум. Я к этому и хотел подвести всю тему про английский. Естественно, да, да. И англичане все от них. Надо не английский учить, а другой, да, язык? Да, да, да. Ну, тогда дикую. Извините. Да. Ну, что, так к следующей теме? А у нас, кстати, тема сейчас следующая вообще вкусная. Следующая тема, мы хотим поблагодарить всех вообще, кто с нами, кто слушает эти подкасты, смотрит наши ролики. Большое вам спасибо. Без вас бы этого ничего не было. Всем, кто пишет комментарии на ВКонтакте, на Твиттере, на Ютюбе. И в том числе людям, которые пишут вот такие комментарии. Давай. Зачитай, Никита. Пишет нам Владимир Домарад. Я не знаю, это потому что он Домарад чему-то, или... Хотя мы сейчас узнаем, чему он рад Дома. Потому что комментарий звучит так. Ужас, запятая. Не могу смотреть выпуски не дольше минуты. Не могу смотреть выпуски не дольше минуты. Одной. То есть, в смысле... Я пытаюсь смысл уловить. Очевидно, что это описка, но если он действительно не дольше одной минуты может смотреть... В общем, он смотрит больше, чем одну минуту каждый раз. И голоса его просто убивают. Вы там дрочите друг друга, или что? Проще надо быть проще. Жаль, но придется отписаться от вас. Теперь он не сможет мне дольше ни одной минуты смотреть. Есть шанс, что он тоже дрочит. Только поэтому он дольше одной минуты не может смотреть. Не знаю. Он даже не сказал, что именно его в голосах наших убивает. На самом деле, я даже не знаю, мне кажется, надо наоборот такому радоваться. Потому что, ну как бы... Он написал это три дня назад, день назад я дошел до этих ответов и ответил ему, что это тебе надо быть проще старик, но дрочим и дрочим. На самом деле, мы не дрочим друг у друга. И друг у друга, это неправильно с точки зрения языка. Дрочить можно друг другу, но не друг у друга. Друг у друга можно сосать. Этого мы тоже не делаем, потому что... Потому что нам в микрофон, да. В микрофон, да, приходится говорить. А вот Владимир дома рад, это я бы еще посмотрел, чему он рад дома на самом деле. Да, давай зайдем и посмотрим, чему он рад. Чего он лайкает на ютюбе. Давай посмотрим. Пожалуйста. На самом деле, бродячий фишает труп вместо титров. Окей. ДПС, подробности служебной проверки. Там подробности даже. Стоп хам, нарушай хами, воруй. Убивай. Подписался на существо российских проблем. Бесхозяйственность, низкий уровень жизни, недостаточное развитие людей. В общем, чувак, опять наши проблемы, скорее всего. Низкий уровень жизни, безхозяйственность и недостаточное развитие людей. Так, дорожный контроль. Но он какой-то автомобильный. Я иду на марш 1 марта. В общем, наш клиент. Герой ролика, обычные люди из Петербурга. Почему слово тупые пропущено? Непонятно. Да, он какой-то автомобильный оппозиционер. Дорожный бабай. В общем, ого, Pussy Riot, I Can't Breathe. Новый хит интернета. Три недели назад всего 506 тысяч просмотров. Это как вообще? Подожди, как мы так от плавного благодарения нашей публике перешли к тому, что... К демагогии, не знаю, случайно. Уходим от нее? Уходим. Нам еще пишут просто много всяких спасибо. И просто, что нас слушают, знаешь, практически вместо телевизора уже. Ты видел такое? Было что-то или... А, знаешь, это к обзорам пишут. К обзорам, да, и к подкастам. К обзорам еще пишут. Давай на YouTube, на ВК посмотрим. По-моему, это на ВК было. Я не знаю, не помню. Короче говоря... Полайкать свое. Своё-то обязательно надо лайкать. Всем огромное спасибо, да. Да, всем большое спасибо. Если бы не вы, ничего бы не было. Я буду это прям повторять именно в такой формулировке. Ну и теперь в iTunes подкастах мы там... Плашечка у нас появилась на главной прям. Будем показывать? Ну да, попробуем показать. Мы в Твиттере уже показывали, впрочем. Можете написать там отзыв. И что типа круто, или что мы типа... Мы даже вас просим написать там отзыв. Да. Было бы вообще классно. Так, Apple Insider подкаст пока не наш. Но буду послушать. Так, ты сейчас на главную. Просто на главную. iTunes Store, главная подкасты. Угу. Вот, Europe Design мы. Прямо после презентации Apple. Возможно, и только из-за того, что мы её обсудили. Сюда как-то нас сразу прикрепили. Да, ну и популярность у последних двух. Вообще нормально. Трёх, трёх. Слушают? Ну, дай бог, дай бог. У нас есть стата. Статы. Не будем их сейчас показывать. Там скудные по марту статы. Потому что мы обзоры перестали выкладывать в iTunes. Подожди, мы там уже сколько минут-то? Сегодня? Сколько минут? Да, да. Надо, наверное... 59, надо заканчивать. Ну давай. Неделю назад было 56. Но до 2 недели назад был час и 2 минуты. Такая она... Кстати, мы же не процитировали, что ответила нам Slacker Beach. Ну-ка. Здорово. Спасибо за ответ. Спасибо за вопрос. Пожалуйста. Да, так что вот... Причём всё хорошо в Slacker Beach, если бы она каждый день не публиковала, сколько отписалась, сколько подписалась. А это есть, да, у неё такое? Ну, если я её ни с кем не путаю. Видимо, путаешь. Да, я, походу, её с кем-то путаю. Или она удалила уже это. Ну ладно. На этой позитивной ноте. Ничего позитивного в этой ноте не вижу. В том, что... Сколько отписалась, сколько подписалась. Ну да. Кто-то был. Прям... Я готов денег поставить, что она. Возможно, всё почистила. Угу. Да. Обязательно на нас подписывайтесь во всех соцсетях. Ещё раз спасибо. Услышимся через неделю. В этот четверг как раз обзор про WordPress. Чё-нибудь. Ещё не решил, чё. Но будет. Ставьте пальцы вверх. Всем пока. Я, кстати... Я хотел... По скриптам. Я специально говорю, чё будет в этот четверг. Чтобы не слиться и найти время. Последний раз вообще в час ночи писал. И чтобы, знаешь, тебе чуваки не писали. Выкладывайте расписание. Когда будет. Что будет. Не будем выкладывать расписание. Потому что оно плавное. Мы потом не запишем. И будет вонить. Чё вы там опять не записали. Потому что это творческий процесс. Понимаете? Это не только творческий процесс. Это ещё и... Отдельно сесть. Поставить стойку с микрофоном. Подготовиться. Подготовить в эту, как там, демку какую-нибудь. Ну, мы писали уже на ВКонтакте. Мы очень заботливо ко всему этому подходим. Поэтому не хотим спустя рукава записывать 10-минутные какие-то отписки. От записки. Ну, подожди. СВГ спрайты будут? Сразу. Будут. Но не на этой неделе. Ну? На этой неделе. Мы чередуем. Уж что-то мы должны какие-то традиции соблюдать. Мы чередуем ролики про WordPress и про фронт-энд. Поэтому про CSS спрайты предположительно через неделю. Но я уже скоро и обещать ничего не буду. Вдруг через неделю меня укусит кто-нибудь куда-нибудь. Муха CC. Да, куда-нибудь тоже. Ну, в общем, да. Всем удачного дня. Пока. Пока.